Всем привет дорогие друзья, с вами Мортиган, а это вторая часть ролика под названием i3-3220 Бомж ПК Выживание. В первой части я рассказывал как мне достались комплектухи и вообще для чего вся эта заварушка. Ссылка на первую часть в описании, во второй я соберу эту кучу текстолита с железом в один организм, так сказать, в компукте. И как бы это не было тривиально, затестим его. Погнали! Особый интерес у меня вызывает игра Wolfenstein Order, так как это одна из немногих игр, вышедших в 2014 году, которая запускается на картах без поддержки 11 директа. В 2014 году игровая индустрия потихоньку начала переходить на 11 директ, тайтлов с поддержкой 10 директа становилось все меньше и меньше. До недавнего времени на ютюбе не было ни одного видео, где бы затестили данную игру на карте GTX 260, да и вообще на 200 карте Nvidia. Но какой-то чел все-таки сделал тесты, но ничего страшного. Ну ничего страшного! В любом случае, мне интересно, насколько играбелен будет данный тайтл на этой карте. Раз уж и речь пошла о видеокарте, добавлю, что данная видюха не простая GTX 260. Это GTX 260 216 порт. То есть, допиленная версия с 216 шейдерными процессорами вместо 192. Уменьшенный техпроцесс с 65 до 55 нанометров. Допиленная схема печатной платы и питальника. И все вместе дает хорошее преимущество перед обычной 260. Она гораздо холоднее, стабильнее, имеет больший запас по разгону и даже в стоке на 4-5% обгоняет обычную версию. Материнская плата от компании, которая предлагает даже в доступном сегменте самые доступные, самые дешевые. Это Биостар. Это чемпион победности среди материнок. Биостар А61МЛВ2. По документации она даже не держит полноценные i5 и i7. Держит только энергоэффективные камни с припиской T или S, ну или i3 проц. Проц у нас i3-3220, так сказать. Это на самом деле кайфный процессор за свою цену. Стоит кайф один раз ходить за продуктами в супермаркет. Очень холодный, TDP всего 55 Вт. Имеет даже встройку Intel HD Graphics 2500. Ну и 2 ядра 4 потока. В Ютубе есть тесты этого камня в Cyberpunk, друзья. И он там в паре с 1050 Ti, либо с RX 470 выдает около 30 комфортных картеров. Вы можете спокойно найти эти видосы в Ютубе. Оперативная память. Выбирать не приходилось. И что нашел, то и ставлю. В принципе, вся сборка состоит из чего попало. Две плашки по 4 Гига DDR3 памяти в сумме 8 Гигов на частоте 1333 в двухканале одноранговой памяти. Блок питания Cougar на 650 Вт. Мой старый блок питания, так сказать, обслуженный, но потерявший в мощности. Не знаю, насколько он потерял в мощности, но GTX 1080 с процессором 4790 и с парой жестких дисков он уже не вытягивал. Для винды, конечно, классика SSD 120-ка. Корпусами не богат, но имею вот такой корпус. Он был ужасно грязным, да. То того, как я его почистил там и так далее. Покупал я его в шиномонтажке за какие-то копейки вместе с железом забирал. Он реально грязный. Грязь такая вязкая и затвердевшая, как будто клеят скотча, когда остается. Скотч убирать, что там остается. Вот наподобие такой была грязь, вся черная. Не везде мне ее удалось убрать, но такую основную грязь, пыль и так далее мне удалось очистить, друзья. И самое главное, что после очистки корпус хоть и не блещет, так сказать, красотой, он стал опрятным и даже приятным на глаз. Даже в использовании он очень, так сказать, удобный. Самое, что меня радует, это то, что на передней панели есть дополнительное, то есть, расширение USB. То есть, еще плюс 4 USB к этой бедной, так сказать, просто жалкой материнке, так сказать, это отличный бонус. Это очень удобно, когда впереди корпуса стоят USB разъемы. Монитор. В общем-то, мне нужен был дежурный монитор. Много тратится, я не собирался на него. И нашел такое предложение. Philips 223V. Купил за 2500 рублей. Это вообще дикий монитор. Во-первых, он Full HD. Во-вторых, в нем есть и VGA, и DVI-D входы. И в-третьих, мой основной монитор именно такой, друзья. Один в один. И он, в принципе, мне нравится за свои деньги. Но не так все сладко, друзья, с этим монитором. И я это понял, когда принес этот моник домой и подключил. Он оказался не таким ярким, как мой основной монитор. И я предполагаю, что его ремонтировали. Во-первых, на корпусе есть подплавленная небольшая область, как будто от паяльника. И заметна, так сказать, работа диодов. То есть, снизу заметна характерная рябь, как будто лампочки, то есть, подсвечивают. То есть, это заметно. Там есть светлая область, чуть-чуть темная область, светлая. Ну, то есть, как будто лампочки подсвечивают, друзья. В принципе, сейчас им пользуюсь и нормально. Ну, и яркость, конечно, не такая большая. Но, в принципе, ее хватает. Не айс, конечно, но сойдет. Мыши клава вот такие. Мышь вообще колхозная. И я его лично сам колхозил. И, конечно же, кобрик, друзья, дополняет атмосферу. В общем, получился вообще крутой цыганский ПК. Вот я вам показываю, какой он в боевом состоянии, без прикрас. Повтыкал различные USB удлинители. Переносной жесткий диск. Иначе 120 заполняется очень быстро. Я, в принципе, этот комп сейчас юзаю. И он меня радует своей производительностью. И, в принципе, все замечательно. По сути, в повседневных задачах он особо и не отличается от моего основного ПК на Райзене, друзья. Он довольно быстро работает. Конечно, тяжелые современные игрушки он не потянет. Но, все же, YouTube, там простые программки ему по зубам. И на сегодняшний день даже язык не поворачивается. Назвать это ПК-бомж. ПК. Открываю кучу вкладок в браузере. Все замечательно, спокойно. Можно юзать там, да. В общем, YouTube, там Full HD, даже 4К ему по зубам. В принципе. Ну, лагает, конечно, в 4К. Но это из-за скорости интернета. Так он, когда прогружает видео, воспроизводит нормально. Ну, правда, шумноват, друзья. Чуть-чуть, да. Из-за блока питания, там, и турбины в видеухе. В целом, этот комп очень годный. А теперь, друзья, по играм. Потестим CSGO сначала. Ну, во-первых, тесты, которые я сейчас в YouTube. Это они довольно старые. Но CSGO, он все время обновляется. Поэтому мне было интересно, до сих пор ли GTX 260 может в такие онлайн-проекты, да, скажем так. Ну, в общем, FPS тут не показывается почему-то, да. Но, поверьте мне на слово, это, в принципе, играбельно. Конечно, на минималках, но разрешение Full HD, друзья. Поиграть вы спокойно сможете. Вообще никаких препятствий. Тут где-то около 60 FPS точно есть. Может, выше. Ну, конечно, в тумане проседает, да, дыма, гранаты, да, скажем так. Ну, а так, в принципе, играть, бегать вполне, вполне можно. Далее, конечно же, я потестил Dota. Она тоже обновляется, да. Тоже сейчас она стала прям очень-очень тяжелой. Даже весит до хера гигабайтов, в общем-то. И я попробовал ее вот на таких настройках. Тут Full HD, разрешение. Все в ноль, кроме качества текстур и анимированных портретов. Ну, и качество обработки экрана на максимум. FPS, в принципе, держится на довольно высоком уровне. Но он нестабильный. Поднимается он выше 70 даже, но в замесе может упасть до 40 и даже ниже. Я сам лично сыграл несколько каток и вообще особо проблем не испытал, в принципе, да. И такого особого дискомфорта. Разве что мышка вот эта вот, она не очень для меня удобная и привычная. Теперь в главном меню затестим, так сказать, демонстрацию Аркан. Это Аркан Атраксы и Мираны. Тут FPS сильно просаживает, друзья. А так, в принципе, персонажи в обычном режиме просмотра, все окей. FPS довольно высокие, друзья. Поэтому все еще GTX 260 может, да. В эти онлайн-проекты, да, популярные. Dota и CS, в принципе, сейчас, на данный момент, 2022 год, начало. Эта видеокарта еще может. Едем дальше. Далее решил затестить Darksiders. Я не вдавался в подробности, когда она вышла и так далее. Я почему-то считал, что она вышла относительно недавно. Но оказалось, что она вышла в 2010 году. Она, так скажем, не особо оказалась требовательной. 10 гигабайт всего весит. И настроек графики тут тоже не так уж и много, да. Разрешение я выставил в Full HD. И здесь мы можем наблюдать 50-60 FPS. Ну вот, друзья, мы и добрались до игры, которая меня больше всего волновала. Это Wolfenstein New Order, друзья мои. Тут все играбельно. Разрешение я выставил в Full HD. Графику на самый минимум, друзья. Но когда ты повышаешь графику чуть-чуть, да, там, в принципе, картинку, я особо не заметил, что там что-то меняется. Там меняется, но совершенно не критично, друзья. Но зато и в PS сильно посаживается. А так, в принципе, на минималках, на Full HD, друзья, заметьте, на Full HD. В тех годах, когда вышла эта карта, 260-я, никто особо не играл на Full HD. Тогда играли в основном на квадратных таких мониторчиках. И эта 260-я GTX меня приятно удивила в этой игре, друзья. Обратите внимание на температуру GPU. Она держится около 60 градусов. У меня есть также GTX 275-я. Она гораздо горячее в играх. Выше 80 градусов она разогревается на раз-два. А эта игра в Alfenstein Order на этой видеокарте мне, в принципе, очень даже заходит. Ну, то есть, она играется довольно-таки бодро-бодро. Это меня удивило. Конечно, эту видюху можно сейчас назвать слабой и тыквой, да, и бог с ним, с этой DirectX 11. Ее достоинство в том, что игры своего времени она тянет отлично. На этой карте вы сможете поиграть в такие игры, как Batman Arkham Origins, Borderlands 1-2, Crysis 1-2, Far Cry 3, Far Cry 3 Blood Dragon, Battlefield 3-4. В общем, все части Биошока, друзья. Это просто охуенно. То есть, игр для этой карты вагон. Напишите в комментах, какие бы игры вы бы хотели посмотреть, как она идет на этой видеокарте. Вот, если интересно, Bench с CPU-Z, вот GPU-Z, тесты в аиде, запись в память, чтение из памяти и CPU Queen. И хочу также отметить, что этот ролик полностью смонтирован на данном компьютере, в программе Sony Vegas. Далее, что я хочу сделать? Я сделаю третью часть этого проекта. В следующей части я бы хотел сделать апгрейд данного ПК. В общем-то, попробую превратить этот комп в почти крутой ПК и посмотреть, как он будет себя вести в новых играх. Как именно я это буду делать, друзья, узнайте в следующей части. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И самое главное, берегите себя и своих близких, да, как говорит ремонтаж. Ну что ж, друзья, давайте до следующего ролика. Пока.